Протягиваемый выпуск. У акционерным товаристве «Мазыр-Соль» завершается черговый этап реконструкции. Поэтапная модернизация предприемства ведется уже маль 8 годов. У ее вынику удалось не только увеличить объемы в творчестве, а и сделать продукцию конкурента с дольной. С перспективами одного в своем роде предприемства Беларуси ознайомились наши корреспонденты. «Мазыр-Соль» тогда еще солевыварочный комбинат увели в эксплуатацию в 1982 году. Это было одно из передовых предприемств Советского Союза в своей галине. Про шесть годов оно вышло на проектную могутность у 360 тысяч тонн соли что год. Ситуация изменилась после развала СССР. Обсталевание, кем был оснащенный комбинат, оказалось вельми энергозатратным. Ранее на это особливые уваги не взвертали, а когда электроэнергию пришлось набывать за валюту, проблема оказалась глобальной. Миновата тому, первым этапом модернизации стало удосконаливание энергосистемы с будавницей уластных блокстанций. Как выник, сегодня доля уластной электроэнергии на «Мазыр-Соли» складая каля 95%. Потом была замена обсталевания. Этот этап протягивался некольких годов. Основная мета – повелешение вытворших могутностей до 480 тысяч тонн с одночасовым повышением конкурента с дольностью продукции. Дарыш и практически вся модернизация проведена за уластные сродки акционерного товариства. «Матоматическая линия выпускает уже те же 200 тонн соли в сутки, но если на старых оборудовании работают 10 человек, то на новом оборудовании работают 3 человека, выпускает тоже тонн ас. Вот он производительный суда, вот он перспективный развитие». Модернизация «Мазыр-Соли» завершается, але уже зараз можно казать, что это одно из буйнейших в Европе вытворцев соли «Гатунку Экстра». Акционерное товариство мает стабильную географию экспорту. Зараз поставки ожидаются у 17 краин света. З уликам и снуючей конкуренции – это немаленькая лишьба. Новые вытворшие линии працуют с загрузкой 100%, а вся вырабляемая продукция практически одразу отгружается бизнес-партнерам. «Больше 60% сегодня на российский рынок, внутренний рынок процентов где-то до 20%. Потом Украина у нас увеличилась практически в три раза объемы продаж по Украине. И другие страны ближнего зарубежья – это Казахстан, Киргизстан, Молдова. На сегодняшний день мы часть продукции одружаем на рынке дальнего зарубежья. Это Польша, Болгария, Венгрия и страны Балтии». Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» из Мазара. Продолжение следует...